Viewer discretion is advised Первой рукописи Гоголя Как гласили постеры И самым страшным российским фильмом О фильме V Прежде всего Если вы рассчитываете Увидеть экранизацию Гоголя То можете даже не приходить на этот фильм Никаким Гоголем там и не пахнет V здесь это просто Торговая марка Которая налеплена На фильм для того чтобы пришло Какое-то количество фанатов Гоголя И не то чтобы я Был таким старпером Но эти современные авторы С их трактовками И переосмыслением Но друзья это же просто Наебалово Это мошенничество Потому что нельзя просто взять какой-то Скажем так бренд Который все знают и любят Например 12 стульев И снять какую-то парашют С Галустяном в роли Бендера И Светлаковым В роли Кисы Воробьяниного И после этого выпустить это в прокат Как 12 стульев Переизда... Шокирующее переиздание Вольной трактовки Лучших авторов Советской действительности Ильфа и Петрова Ну там ремейк что-нибудь Нельзя просто уйти безнаказанным После этого вас же сожгут заживо Вот Вот так вот Жанр фильма позиционируется как Фэнтези и триллер И если фэнтези я еще могу понять Потому что если в твоем фильме Есть хоть что-то чего нет в реальной жизни Назови это фэнтези Никогда не ошибешься То триллер Серьезно? Погребенные заживо с Райаном Рейнольдсом это триллер Даже старый советский фильм Гораздо больше подходит под определение триллера Чем то что сняли сейчас И старый советский фильм Действительно пугает ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПУГАЕТ КОМНЕ УПЫРИ КОМНЕ ГУРДАЛАКИ Если говорить о раскрытии центрального персонажа То Джейсон Флеминг вкладывает в него приблизительно столько же усилий Сколько я вкладываю в рекламу финансовых пирамид Ну я понимаю заплатили большие деньги Налажать не хочется Но блять КОГО ЕБЁТ РЕКЛАМА ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД? И КОГО ЕБЁТ ЭТОТ ВИД Для российской аудитории Которая схавает любое говно На которое налепят наклейку По мотивам Николая Васильевича Гоголя И так кстати во время просмотра фильма Мною неоднократно была замечена Какая то очень странная деревня Хортица Вы ничего такого у Гоголя не припомните? Сайт 1001gold.ru Ваш персональный финансовый помощник Вкладывай от 100 до 10 тысяч рублей Под 50% за 24 часа Вложи 100 рублей сегодня Получи 150 на следующий день Так же ты можешь заработать вообще ничего не вкладывая Приглашай друзей и знакомых в проект И получай 15% от суммы их вкладов 1001gold.ru Время зарабатывать Совершенно дебильный акцент С которым разговаривает главный герой Который разговаривает вот так Потому что именно так иностранцы говорят по-русски Если вы хотите изобразить из себя иностранца И подкатить к герл 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 От елочки Обязательно изображайте такой акцент Очень блять похоже Отдельного упоминания заслуживает сам Ви Который получает титул самого нелепого, не страшного и никчёмного существа Которое я видел в кинематографе за последнюю пару лет Блять, даже Киркоров в щелкунчике выглядел намного страшнее, чем эта абсурдная смешная нелепица Кстати о смешном Наверное Ви это единственное смешное что есть в этом фильме Потому что юмор в нем Не стоит даже сравнивать с юмором Николая Васильевича Гоголя Это что то настолько низкопробное Я даже не знаю Шутки из цикла Флеминг оседлал метлу Он кривляется ха 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 А эти веселые казаки Они все время и достаются самогонкой Ха 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 Или там Золотухин говорит что-то такое несвойственное Золотухину. Знаете, этот юмор. Ты чё, опять Дристерман, да? Ты Дристермана врубил? Особенно радуют слоганы на постерах «Самый страшный российский фильм» и «По мотивам первой рукописи Гоголя». Друзья, «Самый страшный российский фильм» это «Горько Жоры Крыжовникова», который при бюджете в полтора миллиона долларов собрал 25 миллионов, что означает, что теперь у них появились деньги на экранизацию более чем 15 таких фильмов. И вот это действительно страшно. В итоге, можно ли назвать этот фильм отвратительнейшим и убогим говнищем, который тянет на дно российский кинематограф? Нет. Но после просмотра у меня возник единственный вопрос. Какие эмоции я должен испытывать во время просмотра этого фильма? Страх? Едва ли. Там нет ни намека, ни на ужас, ни на трейлер. То есть, в фильме действительно нет моментов, где можно испугаться. Нет даже скримеров каких-то, из-за которых люди обычно вздрагивают. Должен ли я испытывать смех? Отнюдь. Совершенно примитивный, идиотский юмор из цикла Все хохлы пьют горилку, и все казачество сумасшедшее, и на этом все «А-а-а! Самогон! А-а-а!» Как смешно. Должен ли я испытывать какую-то вовлечённость в сюжетную линию или... За время всего фильма можно найти от силы минут 10 материала, который можно назвать, ну, хоть хотя бы частично интересным. Поэтому я просто не понимаю, для кого снимаются такие ремейки и... Почему они снимаются по 7 лет? Так что, друзья, видимо, российский кинематограф пока ещё не собирается подниматься с колен. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Ну а с вами был Юрий Хованский, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И не дайте обманам загнать себя в кинотеатр. Всего вам доброго! Ну и небольшой такой постскриптум. Пока я шарился по кинопоиску для того, чтобы поставить этому фильму троечку или четвёрку, я наткнулся на очень интересный факт. На роль главного героя рассматривалось очень много голливудских знаменитостей, в числе которых Тим Родд, Шон Бин, Брюс Уиллис, Киану Ривз и прочие. Так вот, друзья, именно так российские режиссёры и подбирают актёров для ключевых ролей. То есть роль не задумывается как какой-то характер, как какой-то персонаж. Вы можете себе представить, чтобы Киану Ривз сыграл ту же самую роль, что и Джейсон Стэтом? Или, я не понимаю, чтобы Брэд Питт играл при этом как Брюс Уиллис? Это просто абсурдно, но так и есть. Именно что рассматривались на роль, знаете, как они рассматривали? У них было два листа бумаги. Слева были написаны гонорары этих актёров, справа были написаны фильмы, где они снимались, и какие у этих фильмов были кассовые сборы. И наши хитрые российские режиссёры и продюсеры пытались построить корреляцию, и, видимо, вышло так, что дешевле и эффективнее всего оказался Флеминг. Именно так и работает кастинг в России. Здесь ищут не тех актёров, которые смогут максимально органично вписаться в роль и сделать фильм интереснее, живее, продуманнее. Нет. Здесь ищут тех актёров, которые за приличный гонорар смогут своим известным еблом притащить достаточно людей в кинотеатр. И здесь у Светлаковых, Галустянов, Гариков-Харламовых и прочей швали просто нет конкурентов.